Но самое важное, что реально даже то, что они показывают, недостаточно, чтобы убедить людей, что он смелый президент, потому что даже тот, ну, абсурдно то, что Пригожин постоянно использует, ну, владелец компании Вагнер использует, сравнивает себя и показывает себя как намного смелее, чем Путин, что довольно важно, потому что это показывает, что поведение Пригожина не всегда контролируется Путиным, и это указывает на возможное трение внутри. Элитой российской, это, конечно, на пользу Украины. Слушайте, а в самом деле есть трение, или мы хотим выдавать желаемое за действительное, потому что вот то Пригожин заканчивается, и Вагнеру закручивают гайки, и снарядный голод, и вот сейчас его уберут, но не убирают, снарядный голод закончился, и Пригожину, и его Вагнеровцам, судя по тому, что сейчас происходит, вновь открыты все двери. Что говорят ваши источники? Нет, трение точно есть, но это не означает, что у кого-то есть перевес, который может решить все в свою пользу, то есть есть круги, которые поддерживают Вагнера, которые поддерживают Пригожина, внутри гору тоже есть несколько разных Вагнеров сейчас. То есть что пытаются делать российский эстаблишмент, силовой эстаблишмент? Они поняли, что попали в уловку, когда у Пригожина слишком много рычагов. Рычагов достаточно, чтобы он унижал Шойгу, и иногда намеками унижал бы и Путина. Но они не могут лишиться им, потому что до сих пор единственная полупобеда, которая показывается, хотя и на очень мелком террине, это все-таки победа Вагнера. Поэтому то, что они делают, они пытаются заменить Вагнер своими мини-Вагнерами, которые они под контроль на гору создают сейчас. Вот одна из них, таких компаний, которые под контроль на гору, она создается на основе людей в Крыму, управляет этой компанией, будет управлять Сергей Аксенов, который вам известен. И вот он напрямую будет как-то отвечать, и субординация будет напрямую в гору, без таких посредников, которые имеют какой-то, ну, свои собственные планы, как Пригожин. Так что трение точно есть. Мое наблюдение, как на основе там анализа телефонных звонков, показывает, что гору пытается разнообразить свои частные компании так, чтобы не зависело все от Пригожина. После того, как они эту проблему решат, и у них будет там 3-4-5 хороших в их глазах структур, то я тогда думаю, что перейдут к тому, чтобы устранять, например, Пригожина. Даже так? Ну, вполне возможно, он же унижает всех. А это война, как мы видим, там, ну, старые правила недействительные уже. А как тогда нам нужно рассчитывать? Другой рассказывает про 24-24 подростка от 15 лет, которых он тоже убил. Это видео прошлогоднее, вернее, это событие прошлогоднее, насколько можно судить из их слов. Почему сейчас это появляется в контексте вагнеровцев? Запугать? Ну, чем нас уже пугать? Удивить? Ну, чем нас удивить уже? На кого это рассчитано? Ну, я не могу окончательно ответить на этот вопрос, но имейте в виду, что, возможно, вполне возможно, что оно не рассчитано на внешнюю аудиторию, не на украинскую, а на международную, вполне возможно, на внутреннюю. Я же сказал, что есть эти трения, есть, вот, по моим собственным впечатлениям, общаясь с некоторыми бывшими вагнеровцами, они довольно расстроены тем, что им не платили там какое-то время, расстроены тем, что их заменили на, то есть их профессионалов там заменили на значительно большое количество тюремщиков. Вообще причиной для таких трений даже внутри вагнера есть. Некоторые из них пытаются найти себе работу за границей сейчас и вообще не хотят в России работать. Вполне возможно, что таких, например, нашли, вот, в качестве свидетелей, нашли, скажем, люди, которые не хотят, чтобы Пригожин был у этой компании, и они решили теоретически как-то испортить имидж самого Пригожина, что вот внутри вагнера даются такие приказы. Вполне возможно, не утверждаю, что это так, но нельзя искать эффект и причину вот этих выступлений только для иностранной аудитории. Возможно, что надо для внутренней аудитории тоже. Вот видите, то есть это противоречит его словам, но его же репутация уже будет испорчена среди части населения. Так что, возможно, это активный мероприятие против него. Мне более интересно его выступление пару дней назад, в котором он призывал, ну, в части этого выступления, может быть, поставить точку, жирную точку в войне. Это было для меня даже более интересный посыл, потому что это первый человек вообще, который публично позволяет себе это сказать. Я опять считаю, что это определенный тип намек, в котором он говорит, что он может вообще отказаться дальше, участвовав в войне, если с ним вообще будут так себя вести. То есть это, скорее всего, будет предупредительный выстрел с его стороны. Сегодня Лавров аналогичное заявление сделал. Значит ли это, что он уже переметнулся к Пригожину или раскладывает, как там, яйца в резни кошки? Знаете, я даже пропустил это, что Лавров сегодня сделал. Но это уже интересно, потому что если такой нарратив начинает как-то проскакивать в СМИ, в прессу, это означает, что они пробуют, как население отнесется к такому возможному решению. Они делают все довольно по-научному, то есть контроль над населением делают по-научному. Мы смотрели в многих почтовых ящиках, которые из администрации президента, которые занимаются именно обрабатыванием населения. Они делают исследования, что бы сказал народ, если мы так сделаем. Потом делают проверку настроения именно путем таких выступлений определенных политиков. В случае, может быть, не только политиков, а и, скажем, Пригожина. Вполне возможно, что они реально проверяют, какой будет настрой, если они понимают, что у них нет другого выхода, чем пытаться закончить войну. Я очень надеюсь, что это так.